Воскресная радиопередача Субтитры создавал DimaTorzok Традиционная рубрика Доброго утра Веселые мемуары Сегодня у нас в гостях Народный артист Республики Сергей Александрович Мартинсон Но сначала слову Одному из его героев Композитору-новатору Керосинову Из кинофильма Антон Иванович Чердица Бам-бам-бам-псссссссс Надеюсь, вспомни вечер И радость первой встречи Она-а-а! Волнует без вена Бам-бри-ми-па-м-ба-бам-бам-бри-па-бам-бам-бам-бам-бра-да Бам-бар-бам-бра-бам-бам-бра путем Бам-брам-бам-бам-бам-псссссссссссссс Да. Антон Иванович сердился. Если вы помните, нашим творческим разногласием был посвящен целый полнометражный художественный кинофильм. Он так и назывался, Антон Иванович сердится. Меня, композитора-домушника, композитора-надомника, обвиняли в том, что я использовал известную песенку. По улицам ходила большая крокодила. Ну, позвольте, разве у моей мелодии много общего с этой самой крокодилой? Вот смотрите, там хищный зверь крокодила. По улицам ходила большая крокодила, она голодная была. А видите, а у меня нежная девушка Надя. Надюша вспомни вечер и радость в первой встрече. Налезу самое законное освоение народного фольклора. Творческое осмысление художника. Сергей Александрович, а с чего же началась ваша творческая жизнь? Вот как вы стали актером? Ну, вообще все начинается с детства. С каких-то детских увлечений. Например, моему другу Роману Кармену в детстве подарили фотоаппарат. А потом он стал знаменитым режиссером документального кино. А у меня в детстве был дома патефон. Я очень любил слушать пластинки. И сам любил подпевать этим пластинкам. Между прочим, у меня неплохо получалось. В моем репертуаре были Ария Ленского, Ария Герцога из Реголетто, даже Ария Розины из Севильского цирюльника. Мне тогда было лет 15-16. И я жил в Петрограде. Тогда еще он так назывался, этот город. Ну, и потом, когда вы стали профессиональным актером, многие ваши герои были очень музыкальны. Ну, если не считать Керосинова. Ну, а свою сценическую карьеру вы начали... Сразу в двух театрах. В Баладанчике и в Свободном театре. Были такие в 20-х годах в Ленинграде. Там я играл в скетчах, оперетах, пел, танцевал. Да, но как же вы успевали работать сразу в двух театрах? В том-то и дело, что не успевал. Хотя бежать из одного театра в другой было не очень далеко. Минут 6-7. Однажды, это случилось в году в 23-м, я даже сорвал премьеру в Баладанчике. Не успел к началу сеанса. Был страшный скандал. Об этом 18 ноября 1923 года писала газета «Вечерний Ленинград». Вот заметка. Ну-ка, спектакль «Бунт времени» не состоялся. Дайте я прочитаю. Вот. Администрация театров пошла на компромисс. Чтобы я больше не опаздывал, решено было сделать так. Мартинсон выступает в начинающейся на полчаса раньше оперетти в свободном театре. Затем перебегает в Баладанчик, где участвует во втором акте. А затем снова в свободный играть во втором сеансе. После чего снова в Баладанчик, а в случае третьего сеанса бежит снова в свободный театр и так далее. Интересно? Да, очень. Тогда читаю дальше. Когда все немного успокоились, Мартинсон прибежал в Баладанчик и потом должен был снова вернуться в свободный театр. Но не вернулся. Как? Вот так. Через час позвонил в свободный театр. Не могу приехать. Почему? Арестован. Милиции? Нет. Меня забрали в комнате. И не упускают. И чем же это все кончилось? В общем, выпустили. Меня только после клятвенных заверений, что не буду больше опаздывать. Может быть, именно в те годы я и полюбил спорт. Ведь бегал каждый день из театра в театр по нескольку раз. Ну, а потом вы переехали в Москву? Да, в Москве я работал в театре революции, театре Мейерхольда. Об этом я как-то уже рассказывал. В Добром утре. В этом театре я тоже пел во многих пьесах. Например, в спектакле «Список благодеяний» в пьесе Юрия Олеши, где я играл сразу две роли. Редактора белогвардейской газеты «Татарова», драматическую роль, и короля шансонеток Оля-Люма. Вот этот самый Оля-Люм и пел романс из французского фильма «Парад любви». Париж, я тебя люблю. Париж, я тебя люблю. Париж, я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такого жестокого создания Позвольте вам выразиться И такой чудный голос, ну умоляю, жаль Ой, как мне надоели Одну только нотку Например, как божественно у вас Выходит эта феоритура Народному артисту РСФСР Сергею Александровичу Мартинсону Исполнилось на днях 80 лет Он награжден орденом Трудового Красного Знамени И доброе утро Поздравляет актера с этой Высокой наградой И с этой прекрасной датой Прекрасной, потому что актер По-прежнему полон Творческой энергии Вы слушали радиопередачу С добрым утром Подготовленную отделом сатиры и юмора Всесоюзное радио Вела передачу Тамара Кузина Режиссер Анатолий Борисов Музыкальный редактор Ирина Земскова Редактор Людмила Яковлева Редактор субтитров А.Семкин